Чекисты республики отмечают круглую дату 95 лет со дня создания управления ФСБ по КОМИ. За последние 5 лет сотрудниками республиканского ведомства перекрыты 16 международных и 75 внутрироссийских наркоканалов. Возбуждено 226 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято около 100 килограммов зелья. Лучших из сотрудников управления ФСБ по КОМИ наградили ведомственными наградами. Максим Васильев знает подробности. История ФСБ это не только картинки, отчеты, сухая статистика. За каждым таким стендом тысячи человеческих судеб. Сегодня нашему управлению 95. Это возраст не глубокой седины, а полного расцвета. Ну а как иначе, если сегодня даже ветераны спецслужбы не теряют выправки, как и подобает офицерам? На сцене практически засекреченные лица представителей службы внешней разведки. У них свои слова благодарности нашему управлению. А для руководителя наградное оружие, именной Макаров. Казалось бы, какое отношение имеет чекисты из далекой заснеженной КОМИ к пресечению международного террора? Ведь у нас даже нет внешних границ с другими государствами. На самом деле, одно из последних крупных дел раскрыли именно наши оперативники. В ходе контрразведывательных мероприятий нами установлено местонахождение ряда руководителей банд подполе и их активных членов, действовавших на Северном Кавказе, что оказало существенную помощь в их нейтрализации. В 2012 году, благодаря информации, добытой управлением в отношении одного из жителей Москвы, поддержившего контакты с представителями незаконных вооруженных формирований, была предотвращена попытка совершения серии террористических актов в крупной торговой сети Москвы. Самым достойным из действующих сотрудников присвоили очередное звание. Кто-то получил ведомственную награду. Сегодня на вас возложены ответственные задачи по обеспечению стабильности в стране, борьбе с терроризмом, коррупцией, организованной преступностью. Сотрудников Управления Федеральной службы безопасности по республике КОМИ всегда отличали мужество, профессионализм, ответственность и принципиальность. Вслед за губернаторскими наградами и ценными призами со своими поздравлениями выступил гость из Ненинского автономного округа. Картина с белым медведем, символом силы и мужества, теперь займет почетное место в стенах управления. Максим Васильев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрген, Сыктывкар.